Вакцинированным студентам и преподавателям вузов Казахстана предоставляют различные скидки на обучение, проживание в общежитии, бесплатное питание и проезд в общественном транспорте. Идею Минобразованию ускорить прививочную кампанию поддержали в Южно-Казахстанском университете. Мы проводим розыгрыш среди наших студентов и сотрудников, которые еще не привились. Например, студенты отправятся в тур по святым местам Туркестанской области, трехдневная летняя школа в ущелье Машат и абонемент на велопрокат Шимкент-Байк. А учителям 10 путевок в санаторий Сарагаш. Один месяц бесплатного проживания в общежитии для учителей, денежное вознаграждение. Также и студенты, и сотрудники могут бесплатно сдать международный тест Тойфул в нашем центре. Акция продолжается с 1 июля до 1 августа. Тех, кто привился, до этого акция не касается. Итоги опубликуем в социальных сетях. Магистрант университета Сакен Сагндых решил совместить два в одном – защититься от опасного вируса, а заодно попытать удачу. Я добровольно привился, узнал про акцию, и меня заинтересовала бесплатная сдача теста Тойфул для поступления в докторантуру. Мне очень сильно понравился этот розыгрыш. Но я также хочу защититься от коронавируса. За вакцинацию предлагают разные подарки – от айфона до квартиры. Нередко такие подарки привлекают. Однако мнение на этот счет у шимкенцев неоднозначное. Не знаю, это зависит от выбора, наверное, человека. То есть он сам решает, делать ему или не делать. А вы бы сами сделали вакцину, чтобы получить какую-то скидку, либо приз, розыгрыш? Если честно, не знаю даже, если честно. Это надо как-то согласовывать с родителями, наверное. Ну, в первую очередь для своего здоровья. И, ну, не знаю, это как-то по-дурацки. Делать вакцину для каких-то скидок. В Шимкенте три высших учебных заведения поддержали акцию. Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Уэзова, Университет Орда и Южно-Казахстанский государственный педагогический университет. Не все вузы до единого предоставят скидку на обучение. Каждый рассмотрит варианты поощрения за вакцинацию в зависимости от своих возможностей.